Приветствую, дорогая церковь! Как-то я хотел поделиться, что очень приятно находиться в вечерних собраниях, вот особенно сегодня настолько было духовной пищи много, настолько молодежь уже к ней уже не раз обращались, а также хотел обратиться и поблагодарить, и участвуйте и дальше, прославляйте Господа. Пусть через это будет возвеличено и прославлено Его имя. Я хотел прочитать место священного писания, это Римлянам, 12 глава, 11 и 12 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитвы постоянны, в нуждах святых принимайте участие». Вот как Петр Фадеевич сказал, это уже как бы многие это знали, и Бог даровал такую нам возможность в апреле с 18 по 3 мая участвовать в строительстве молитвенного дома в Молдавии. И прежде всего я хотел бы поблагодарить Церковь за такую возможность, за то, что вы нас благословили, за то, что братья благословили, во всем мы видели руку Божью, за молитвы, которые Церковь возносила, за все участия финансовые, молитвенные, за поддержку, за всех братьев и сестер, за семьи, за жен, которые отпустили своих мужей, за матерей, которые отпустили своих сыновей, дочерей на это служение. Господь обильно благословил. И наши братья, они сделали как бы видео, я бы не сказал, что оно небольшое, но и не очень большое, и хотел бы, чтобы вы как бы с пониманием отнеслись, и посмотрели, мы бы хотели поделиться нашей радостью. То, братья, можно включить. Петр Фадеевич пришел, благословил нас. Группа была у нас 14 человек с нашей Церкви и с Массачусской Церкви. Бог даровал нам такую возможность. Молдавия, это поселок Этулия, он находится на юге Молдавии, Гагаузия, там живут гагаузы. Прямо Майлы-Двей уже граница с Украиной. Такой поселок, что там вот это молитвенный дом, который у них не старенький был, они его приобрели в 2000 году. Церковь основалась там в 96 году. На данный момент там 31 член Церкви. И в прошлом году, когда мы работали на Украине, братья попросили, если мы поможем, если мы бы могли помочь наша Церковь, чтобы, ну, сделать, расширить этот молитвенный дом. Заранче они залили вот фундамент, сняли крышу, правда, братья возревновали, и крышу на месяц раньше сняли, чем положено. Мы в апреле были, а крышу на месяц сняли, потом звонят, что делать? Ну, говорим, накрывайте целлофаном, что делать? Они в датах ошиблись. Мы приехали, вот первый день, и это был понедельник, дождик пошел. Ну, слава Богу, так побрызгал-побрызгал, и тучки ушли. Ну, так прохладно было, слава Богу, даровал возможность все дни трудиться. Немножко было сложно, потому что это было старое здание, то здание уже было и саманное, и блоковое, оно уже было с двух частей, и к старому зданию всегда очень сложно как бы привязываться, поэтому здесь нужно было, ну, немножко как бы усилий. Место расположения такое очень хорошее, прямо напротив школы. Школа, наши дети, многие другие дети, вот тучки уходят, вот прямо напротив, это школа, она большая такая школа, там учатся много детей, и постоянно, когда, если кто-то помнит, как было в Союзе перемены, дети все прибегали на стройку, и наши, и чужие дети постоянно присутствовали здесь, было очень много. Это вот пастор там яму копает у него, я сейчас про него немножко тоже расскажу. Семья, трое детей, это ихние, и четверо приемные. Они бы хотели больше взять, но по закону Молдавии уже больше нельзя. Тоже мы жили у них, всех детей они воспитывают в духе, в христианском духе, все такие вежливые. Было очень приятно там находиться, приятно трудиться. Бог благословил. В нашей группе были разные возраста. И взрослые, и молодежь была. Я был сильно удивлен с нами. Ездит один браток, ему только исполнилось 16 лет. Он делает самую ответственную работу. И я был удивлен, когда три недели назад я его здесь увидел в подростковой группе, я даже не думал, что он такой молодой. Он и крыша, и самое-самое все ответственное. Это наш ответственный человек, который отвечает абсолютно за все, за материал, за все, чтобы работа шла, ну, время, чтобы не было потрачено напрасно. Это нас как бы и стимулирует, нам это очень нравится, чтобы за короткое время было сделано максимально. Чтобы если мы поехали, то чтобы уже с отдачей все. Также была у нас детская программа, сестры были, вот сестра Олеся, Руфа. Они работали с дитями. Они заранее созвонились, подготовили программу, взяли списки, кто из неверующих детей будет приходить. И каждый день после школы они занимались с дитями. И было очень благословенно. Я даже жалею, что как бы я не смог туда много приходить. И потом, когда с Олесей разговаривали, она сильно делилась. И действительно, Господь благословил. Дети молились о каких-то подарках. Кто-то молился об очках, кто-то молился об каком-то там фотоаппарате. И когда после того, как они отзанимались в школе, Олеся подарила им эти, раздала им эти призы, это гагаузская электрика, то действительно там каждый человек, она мне рассказывала, на удивление получил свой подарок, о котором он молился. Для них было это очень-очень удивительно. Дети в основном посещали, дети все посещали, неверующие посещали стабильно. Сразу после того, как школа заканчивается, они приходили сюда. Родителей в основном нету. Родителей на заработках или в России, или в Европе. То дети оставлены как бы бабушки, дедушки. Бог благословил. Ну, это так, тоже вот занимались благотворительностью. Здесь пока побольше народа. Приезжали братья также с Молдавии, с Миссии, вот куда наша церковь отправляла. Прошлый год контейнер, Массачусетская церковь. Они приехали, пообщались с нами, попели, порассказали. Они были сильно удивлены, что они знают, оказывается, и нашу церковь. Но наша церковь как-то скромно послала контейнер, и все. Мы нигде не афишируем. Они были просто удивлены и сильно благодарили братьев за участие. Они очень, очень, как сказать, Молдавия очень маленькая страна, принимает любую гуманитарку, и они очень сильно делятся. Делятся с Румынией, делятся с Болгарией. Они говорят, нас Бог благословляет, мы тоже как бы хотим участвовать и делиться. До молитвы медленно, но уверенно растет. Ну, как? Я не знаю, как. Если бы новый, конечно, можно было все быстрее. Здесь просто все нужно было. Старая крыша, все делать дополнительно, ровнять, выравнивать. Местные братья тоже много участвовали в церкви. Они просто... Первый день, когда мы приехали, наши сестры там на кухне тоже работали у пастора в доме. И мне рассказывает сестра, пастор пришел, а жена его спрашивает, ну, на этот раз рабочие хоть хорошие или... А он ей говорит, не переживай, на этот раз хорошие приехали. Они так восхищались, потому что, ну, как так? В принципе, мы-то эту работу знаем, а для них это было очень удивительно, потому что, говорит, каждый знает свое. Ну, это наша стройка американская, она немножко другая, чем их дня. Их как бы долго уговаривали на эту стройку, но они согласились, если Бог их благословил. В воскресенье мы были там в служении, участвовали, проповедь. Брат с Массачусетса говорил... Массачусетса говорил... Массачусетса говорил... Музыка Очень красивая местность, очень дружелюбные люди, очень приветливые. Вот так вот идешь по тротуару, как в добрые раньше времена, идут молодые с тобой здороваются, идут пожилые здороваются, идут старички здороваются. Все как-то так, ну, когда мы жили когда-то в Союзе, вот как-то сильно это похоже, очень такие приветливые. Очень были удивлены люди тоже, как, что просто кто-то приехал с Америки, ну, потрудиться, помогают, делают. Сильно это было в поселке, сильно такое вызвало, ну, как бы интерес. Обещали многие прийти. Ну, я надеюсь, Господь даст, если для Него нет ничего невозможного. Вот это вот зал, он получается новый зал, примкнутый к старому помещению. А то отойдет на классы. Также сделали в том здании, в старом здании, сделали полностью тоже туалет. Мы начали его делать, и, ну, они как-то интересно, они сказали, в церкви не должен быть туалет, и не хотели. Это, нам пришлось с ними долго разговаривать, и как-то нам получилось их убедить, что, ну, пусть будет. А они говорят, нет, вот сзади стоит туалет, вон там в огороде, пусть туда и ходят. Бог даровал хорошую погоду, с каждым днем все теплее и теплее становилось. Вон туалет, вот там сзади стоит, пусть, говорит, туда ходят. Сделали им туалет там, получается, туалет, стиралку и душевую, потому что, говорит, часто бывает где-нибудь наркозависящие или какие-нибудь люди такие опущенные, и где-то попадаются, и приходится тогда везти домой, мыть дома, чтобы даже в реха подвезти. А если, говорит, вот так, то, ну, то можно. Уже пошли мы на такое, и, как бы, они будут, как бы, типа, использовать для таких целей. Интересный народ. Сразу новое здание и старое здание сразу сделали с тако, начали люди работать, чтобы и утеплили. Старое здание тоже полностью, оно было очень кривое, это очень там было, ну, как-то сложно сделать, но братья работали, делали. Вот наши подростки, 16-летние, вот, по таким крышам лазают, крутят, стараются, молодцы. Пусть Бог благословит. Вот электрика уже работает, брат Илюша электрику. Пусть Бог благословит. Приятно работать, то, что, как бы, все поставлено правильно, материал заготовлен весь, то есть, практически, задержки нету никакой. То есть, все, как бы, просчитано, все готово. И там, может, какие-то там нюансы иногда возникают, но они быстро решаются братьями. Вот это вот прямо, это прорубили дверь, это старое помещение, где зал, где они собирались. Тридцать один член у них, я, по-моему, говорил. Работали с утра и до зари. И братья все свидетельствуют, от этого получали наслаждение. То есть, ты выработаешься, и потом ты, ну, просто ты, как бы, на подъеме. Как будто ты, я не знаю, я на биче даже не могу так отдыхать, а вот там вот ты получаешь такой подъем. И все братья так свидетельствуют, слава Богу, за это. Ну, такой вот получился, как бы, не маленький молитвенный дом. Был маленький в поселке, вот, вот прямо напротив этой школы. Это уже четверг, последний день, все вместе у нас заняло 10 дней. Мы с понедельника начали, работали субботу, кроме воскресенья. И вот это уже четверг, уже 9 часов вечера. У нас в 6 утра самолет с Кишинева. Нам в Кишинев еще 3 часа ехать. Братья еще усердствовали, чтобы добить все до последнего, как бы, ну, по максимуму. Наверху получился тоже хороший бонус-рум. Мы им сделали, если церковь вырастет, то будет комната там для молодежи или что-то. Сразу там, вот так вот он смотрится сейчас. Молитвенный дом. Уже он на данный момент полностью закончен. И вот это вот зал. Братья вот приехали также с Молдавии. Братья, они положили плитку. Они стены покрасили сами. Вот эти вот братья ложили также плитку. И вот вся команда эта. Все, кто трудились. У нас все. Сердечно благодарна всем, кто участвовал еще раз. Пусть Бог благословит. Спасибо за то, что дали нам такую возможность. Господу славу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok